Снова всем привет, дорогие девочки! Сегодня я буду рассказывать вам, что я взяла с собой в Дубай на отдых. Из декоративной, не только декоративной косметики. Средства на самом деле будут повторяться, потому что недавно я снимала влог из Москвы. Там купила пару декоративных, о декоративных обычных для ухода средств. Вот, и собственно здесь их тоже покажу. И покажу, что я взяла с собой, вообще что я беру с собой. То есть я еду в солнечную страну, на самом деле не только в солнечную, но и в какую-то европейскую. Можно, где-то у молитвы началась. Арабская, классическая. Вот, значит, в первую очередь я с собой взяла АСС-крем от Just. Это средство с нашего сайта. Это очень легкий тонирующий крем, который очень хорошо подстраивается под кожу. Он белый на вид, но потом меняет цвет прямо под цвет вашей кожи. И так как я не люблю средства, которые прям супер плотно покрывают кожу, когда я нахожусь в стране, где очень много солнца, то вот этот крем меня очень сильно выручает. Единственное, он немножко отбеливает лицо, то есть все равно создает такой прям немножко белесый эффект. Но, тем не менее, оно мне очень нравится, и прямо слегка можно его нанести. Если вы хотите что-то поплотнее, если вы хотите добавить побольше цвета, да, цвета загара, то я беру Clarence, Clarence B-Krem оттенок Light, но мы все знаем, что он вообще не light, и он очень даже темный. Вот можно видеть покрышечки, сейчас вам покажу. Очень темный цвет. Ну, он прям очень темный, на самом деле, он прям на коже смотрится таким очень плотным загаром, если сильным загаром, если вот на море, то это подходящий вариант, потому что мы же в первый день начинаем довольно-таки сильно загорать, ну, уже припекаемся, и вот я смешиваю, то есть, ну, вот на вечер я иду, я смешиваю, да, вот эти средства пополам. Ну, хотя BB-крем, он тоже легкий, но чтобы какой-то был такой микс. Вот, перед кремами я использую виноградную воду от Кадаль. Это такая вот увлажняющая виноградная вода, я и говорила, о ней говорила во влоге с Москвы. Мне очень нравится, что она очень освежает лицо. Прямо такое ощущение кожи, которая увлажнена глубоко, хотя это не крем, это всего лишь водичка, и она как бы легкая, но, тем не менее, эффект дает хороший, вот мне очень нравится, поэтому ее использую. Далее, если у вас есть такая проблема, как появляется какое-то воспаление, у меня, допустим, может на море появиться дополнительное воспаление, потому что много микробов, да, кожа очень много греется, очень много влияния солнечного на нее оказывается, соответственно, бактерии быстрее размножаются, я беру такую вот маску, это корейская маска, называется она Aquanature for Management, фирма Апио, вот так она называется, выглядит, стоит не очень дорого, до 1000 рублей, и наношу ее точечно на те места, ну, вот, конкретно высыпания, и эта маска стягивает прыщик, вы ее потом как пряночку снимаете, вообще ее можно на все лицо наносить, но я не очень люблю на все лицо, я люблю конкретно на прыщик, она стягивает и водичку из этого прыщика убирает, это вот круто, прям прыщик значительно уменьшается, только предварительно вам нужно, конечно, брать оттуда гной, ну, я вот так считаю, то есть надо его выдавить, но в целом вы можете его выдавить и потом нанести, будет здорово, понятно, да, что давить его надо исключительно, когда его визуально надо давить, на чистую, с чистыми руками, все по-чистому, на центр поры, чтобы дальше не распространялось, то есть, конечно, много здесь нюансов есть, я не буду как-то сильно советовать давить, но просто на прыщик он на водичку вытянет, но он не вытянет, естественно, гной, и как бы надо понимать, что надо самовоспаление удалять, комедон сам, а потом уже пользоваться такими вещами. Далее я взяла скульптор, это скульптор про мейкап лаб, с наших новых наборов, с нашего сайта, очень красивые цвета там есть, это тот, который потемнее 203, я им активно пользуюсь, люблю скулы, зона вот лобно-височная, да, которую я делаю клиентам обычно, этим же цветом тоже очень люблю, очень хороший скульптор, очень хорошие цвета с собой, я даже не взяла обычный, обычный кейс, да, упаковку, я прям вот так взяла, чтобы тяжести лишней не было. Далее я нашла в Никсе два очень красивых цвета помад, которые, мне кажется, наиболее классно смотрятся на отдыхе. Это, 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 цвет под номером, называется NYX SLIP KISS, SLIP LAC, вот, то есть лак для губ, в двух цветах я взяла, в, получается, в цвете STILL 21 CARDIO BUNNY и STILL 09 UNDERCOVER BAPE, называется, вот UNDERCOVER BAPE, он очень похож на цвета, которые любит Тим Кардашин, то есть такой бежевый, очень близок к нуду, видно, да, по моим губам, такой прям он немножечко сероватый, вот, а тот, который STILL 21 CARDIO BUNNY, он в стиле Дженнифер Лопес, я это назову, но все, Дженнифер Лопес такие любит тоже. Вот, ну, конечно, такие вещи, они, во-первых, он очень плотный, очень пигментированный, ему надо по чуть-чуть, и, во-вторых, с яркими глазами, естественно, все должно быть накрашено, а не такое, как у меня сейчас. Вот, я просто хотела показать вам оттенки, очень крутые штуки, очень пигментированные, и нужно совсем мало средств, чтобы это было красиво. Вот. Далее, румяна, румяна Just с нашего сайта, вот такой вот светло-розовый нервный оттеночек, очень люблю Just'овские румяна, хоть и не совсем недорогие. Потом я взяла тушь Your Show, люблю эту тушь, да, Your Show Iconic, одна из моих самых любимых тушей, я вообще в тушах не очень сильно, не то, что не очень сильно разбираюсь, понятно, что я использую клиентам, клиентам, как правило, пользуют, используют визажисты, да, стилисты, там, как я, собственно, с более разделяющими щеточками, то есть силиконовая щеточка тушь, потому что, как правило, используют еще и пучки, пучки нужно прикрепить на ровные реснички, вот, поэтому, что касается клиентских тушей, главное, чтобы она была стойкой, она хорошо разделяла. Что касается туши для себя, я люблю Dior, я крашу только нижние ресницы, потому что верхние у меня нарощенные всегда, поэтому. Далее, далее, далее я взяла тинт, вот я сегодня, надеюсь, буду делать с ним макияж, семерка от Pro Makeup Lab, тоже с нашего сайта, наш новый тинт, с наших новых наборов, он офигительно круто смотрится, его было видно, на самом деле, я сейчас вставлю фотографии, с макияжем, я очень многих профессиональных макияжем использую этот тинт, такой вот цвет, на руке будет видно точно, золотой, который отливает в медный, очень красивый тинт, нормальный, так я не красила только этот глаз, и я его использую на центр, естественно, остальное все делаю тенями, то есть его глубину, складку обязательно прокрашиваю, обитальную курточку, вот, ему еще в дополнение Glitter Goals, никсовский тинт, тоже прикольный, называется он Industrial Beam, тоже золотой, но этот такой цвет попроще и поярче, а тот цвет посложнее, поинтереснее, как мне кажется, более красивый, мне, кстати, не очень сейчас нравится на мне эти губы, поэтому, let me так сказать стереть, все, так, далее, 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 я взяла два консилера, пайс не взяла, потому что я не была в офисе, или была в офисе, не помню, почему не взяла пайс, взяла Clorans, оттенок 00, консилер, и пролонгуя, оттенок NC25, он потемнее, этим я замазываю прыщички, и двоих их смешиваю, по чуть-чуть, совсем каплю буквально, потому что они оба плотные, наношу, на зону под глазами, на вечерние какие-то истории, здесь взяла два консилера, далее, 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 я взяла помаду Inglot, это номер 417, розоватая, вот она, кстати, такая, немножко бобидоу, матовая помада, и со светлым макияжем, она смотрится лучше, но много, те помады, которые я вам показала, от NYX, они все-таки должны быть больше, на какие-то вечерние мейки, на смоки, вот, прозрачную пудру, я взяла, джастовскую, кстати, которая тоже с нашего сайта, тоненьким слоем наносим на лицо, чтобы убрать, потому что, за границей, когда много солнца, или когда просто душно, или когда просто жарко, даже дома, очень плохо сказывается на коже, плотная пудра, пудра забивает, коры намного больше, чем тональный крем, в принципе, поэтому, с пудрами нужно аккуратнее, это одиннадцатая пудра, джаст прозрачная, она очень тоненькая, она как раз таки пор не сбивает, мне этим нравится, так же, как и пояс, в принципе, пудра, вот, что еще, еще я взяла бальзамы, The Body Shop 2, они у меня лежат, еще я взяла, Shisee de Lunar, один оттенок, это для смоки, я на центр наношу, такие вот, тени, как пигмент, пальчиком на центр, именно для смоки, для темного макияжа глаз, потому что, для светлого, оно не подходит, а в смоки делает такой влажный оттенок, мне очень нравится, я про Most Health, по-моему, когда снимала, естественно, показывала эти тени, прям люблю-люблюм, еще взяла бальзам для губ, от L'Etoile, BB бальзам, он вообще легенький, тоже очень люблю, такой, как блеск, но, слава богу, он не ощущается блеском и не липнет ничего губам, это я прям люблю, потому что, когда ощущается, это невозможно, а этот ощущается, как бальзам, вот видите, свеженький розовый цвет на губах намного лучше, с таким мейком, с ярким лучше будут те губы, и, кстати, я использую с карандашом, карандашом 217, от Jazz, с нашего сайта, коричневым, вашим суперлюбимым карандашиком, мне почему-то, вы же здесь не найти, видимо, я его не забрала со столика, там лежит, я же ставлю фотографию, будет понятно, какое имя ввиду, очень крутой карандаш, бестселлер, у меня лично все покупают, кто на курсы приходит, и модели, и ученицы, еще взяла лосьончик, Evidence, называется, The Beauty, La Lotion for Dretain, такая вот, travel-версия, 30 миллилитров, отличная для поезда, как раз-таки, чтобы не пересушивала кожу, но в то же время ее вложили, вот, поэтому вот этот вот лосьончик, мне очень-очень нравится, я его прям очень люблю, всем советую, вот, в принципе, все, а, нет, взяла еще палеточку теней, когда-то у нас такая была вот шоколадка, в наборе, по-моему, все, почему всем в альбоме, все, для брюнеток, я этой шоколадкой иногда подделываю брови, но пока они у меня краской прокрашены, но я думаю, мне через два дня уже все будет плачевнее, отстемняю внешний угол, использую все оттенки, тут и черные, и светло-перламутровые, очень красивые для макияжа глаз, тени, хоть и недорогие, но очень классные, и люксу не уступают все на качестве, я делаю макияж ими, хотя у меня очень много люкса, и для клиентов, и для себя, и профа, но вот с собой я предпочитаю возить такие вещи, и даже если вдруг разобьется, не будет так страшно, а эффект по мейку будет такой же, поэтому, имейте в виду, и зеркало большое, тоже хорошо, потому что не всегда зеркала в отелях расположены в удобном месте, чтобы было удобно краситься, все, друзья мои, спасибо вам большое за просмотр, я рассказала, еще, может быть, потом в этом видео про гардероб, что я с собой взяла сюда, жду всех новых курсов в Санкт-Петербурге и в Москве, пока-пока!